Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение Hardware Mode. Значит, это 20-я заключительная серия. Вообще, изначально я думал, что мы закончим на 19-й части, однако, когда я записал эту 19-ю часть, то материала казалось слишком много, и я решил разделить 19-ю серию на 19-ю и 20-ю. Поэтому это, по сути, продолжение 19-й части. Так что, приятного просмотра. Переходим сначала в Лиманск. Так, в Лиманске мы оказываемся здесь, вот рядом с переходом в госпиталь. Так что, отправляемся туда. Тут, похоже, не все спокойно. Пробегаем через госпиталь. Я там не стал все снимать. Пришлось завалить без записи трех бюреров. Тут, похоже, еще контролер. Ну, не буду я с ним разбираться. Или придется? Придется, да? Без этого никак. А ты что, не так, как в ЗП? И в тенях Чернобыля, когда подходишь к тебе вплотную, ты уже перестаешь эти эффекты свои... Ох ты, спасибо! Монолитовец просто спас! Монолитовец просто спас! Ё-моё, мужик! Да-да-да, спасибо! Я пошел! Либо это, конечно, мог быть и Боец Чистого Неба. Там они могли остаться, но все равно круто получилось. Так, и еще, кстати говоря, я забыл, уже вот только вспомнил после всех этих пси-воздействий, что у нас же был все это время с собой артефакт-мяч. Я его даже не использовал. Так, ну что у нас тут? Вот он, имам. Может, поводырь что-нибудь скажет? Здравствуй! Удачи тебе! Так... Ничего, да? И ты тоже ничего. Ну все тогда. До свидания. И ни у кого вопросов не возникло, да? Так, а где твой труп? Эй, я бы обыскать тебя хотел. Задание, кстати, засчитывается. Да, передать привет. Прав? Так, и где труп? Ну-ка, еще раз. Что у тебя тут? Имам. Протекта. Патроны всякие. Никаких ПДА. Прав? Ну вот и все. Значит, все задания мы выполнили. Ну, кроме вот этих вот проваленных. Что ж, получается, что сюжет пройден. Но, как я и говорил, я еще схожу, проверю старый блокпост. И нужно же сходить в церковь. Только я не совсем понимаю, почему в церковь. Тут вот в личной заметке сказано. Надо будет прогуляться до той церквушки на болотах, где практически все и началось. Потому как не сам я по своей воле живым остался. Ну, посмотрим. Что там может быть. Здоров. Легкой дороги. Так, в общем, с подземелья Припяти я перешел на ЧАЭС. Потом с ЧАЭС в Лиманск. И здесь вот хочу показать одну вещь. Значит, здесь находится вот подвал. И наверху, если вы помните, должны были наемники вроде как устраивать шраму-засаду. Здесь сейчас был, по-моему, монолитовец. Хотя тут по этому экзоскелету его и не поймешь. Но, по-моему, это монолитовец. По крайней мере, сейчас он по мне стрелял. Я его замочил. А здесь вот если еще пролететь вперед, то мы видим какой-то скелет с грозой. И тут патроны валяются. Вообще, сюда, может быть, можно как-то подняться. Потому что вот есть тут такой лаз. Но как подняться, я что-то так и не понял. С какой тут стороны на эту крышу залезть? Непонятно. А, ну может быть, вот через эти окна. Да, наверное, через эти окна можно сюда. И подняться. Ну, давайте ради интереса попробуем. Просто я не знаю, зачем там этот скелет положили. Вдруг там артефакт уникальный. Ага, через те окна. Туда же никак не поднимешься. Тут как бы вот второй этаж и все. А здесь этот этаж он отдельно. Помещение, в которое лестницы нет. Тогда я вообще не понимаю, зачем здесь скелет лежит. Как его тогда без ДМ-рекорда вообще можно заметить? Для чего он тут? Ну ладно. Иду дальше. Так, я сейчас перешел в Рыжий лес. Новое задание разведать дорогу через Лиманск. Задание выполнено. Что-то какие-то скрипты здесь решили поиграть. Ну ладно. Было бы смешно, если бы тут еще Лебедев до сих пор стоял. Ну ладно. А нет, косяк я, похоже, тут все-таки нашел. Судя по мини-карте, да? Тут до сих пор стоит поводырь. Ну привет. Поводырь тут, поводырь в подземке Припяти. Ладно. В Рыжем лесу я еще зашел к леснику, починился у него, проверил, может, что он скажет, но диалогов не было. Сейчас посмотрим, может быть, Сахаров что-нибудь скажет. Может быть, ему можно будет вот это вот ружье М1 прототип продать. Да, у меня вот тут, профессор, есть редкое ружье. Не хотите взглянуть? Ну, я оружием не занимаюсь, но хорошо, давайте взглянем. Так, очень интересная система. Да, капсулированные заряды и подпитка идет от энергии артефактов вспышка, я так понимаю. Да, согласен, экземпляр интересный. У меня даже появились кое-какие идеи касательно... Впрочем, вам, молодой человек, это вряд ли интересно. Спасибо, что показали мне ваше оружие. Мне оно само по себе не нужно, так что можете его забрать. Ха, что ж, пойду предложу кому-нибудь еще. Ну, ладно, а кому тогда предложить? Не знаю, Новикову там или каким-нибудь ремонтникам? Ну, вот Лесник. У Лесника вообще диалога не было. А кому же тогда еще... Кому же тогда еще предложить? Можно просто продать за 25 тысяч, но профессор уже денег нет. Хм. Так, тут диалогов тоже новых нет. Ладно, пошел тогда дальше. Что ж, я добрался уже до кордона. По пути еще на Агропроме на базе Толка тут побегал. Посмотрел в руку кого, какие диалоги появятся насчет этого, этой гаусс-пушки. Но ни у кого ничего. Поэтому сейчас с помощью проводника отправился на базу сталкеров. Тут тоже никто ничего не говорит. И сейчас давайте уже тогда пойдем на этот старый блокпост. Но перед этим еще можем здесь вот зайти к самоедам. Они что, до сих пор будут предлагать... Ага, да, мы можем сказать быть добру. То есть, похоже, без нас они так и не решились напасть на мародеров. Ну, хорошо. Ага, смешно. Ну, тогда пока что пускай и не нападают. Слушаю тебя! В принципе, это можно сделать всегда. Сейчас мы сначала сходим туда к мародерам и посмотрим, может быть, что-то там у них появилось новое. Так, ну что, давайте смотреть. Значит, вот эти ребята. Вот эти ребята. Кто тут что скажет? Ага. Зайс по-прежнему здесь, молчит. Так. Вот он, дедек, тоже молчит. Хм. Ну и что? Ну, похоже, что ничего с ними не будет нового. Да. Ладно. Что ж, раз такое дело, то давайте попробуем тогда... ...перебить этих мародеров с помощью самоедов. Быть добро. О, шрам пожаловал, какое там добро. Че так? Пора двигать на старый блокпост. Ты не созрел для подмоги? Ха-ха-ха-ха. Смешно тебе, да? Ну, можно попробовать. Так. Я не знаю, может быть, если бы я выбрал другой вариант, то тогда бы там у них диалог появился какой-нибудь, нет? А ну-ка, подождите. Так, можно сказать, нет и не созрею. Не по мне дело это. Ага, и тогда все. Диалогов никаких нет. Ну-ка, сейчас, если вернуться, вдруг появится какой-то у мародеров все-таки диалог. Ну-ка. Ну-ка. Нет базара, моргало не могу. Ты понял? Нет? Похоже, ничего. Ну ладно. Что ж, тогда быть добром можно попробовать. Каков план? План такой. Ты двигаешь туда, к этому черту, как его Засю, кидаешь ему от нас предъяву, либо они валят отсюда по-рыхлому, либо мы им капец сделаем. И шо? Шо-шо, по результату. Если он отказывается, ты даешь нам сигнал и пойдет веселуха. Парни быстро подойдут. Тропки заветные мы уже разведали. Там два десятка хорошо вооруженных людей, даже РПГшки есть. И что делать с охраной у тоннеля? Мы тоже не с пустыми кулаками подвалим. Схроны уже заложили. С охраной нейтралы разберутся. Им эта точка нужна, а нам без надобности. Ну, решай. Нормальный план, давай попробуем. Ждите сигнала. Ага, наезд на мародеров. Ну вот, могли квест пропустить. Наезд на Зася. Ну вот и конец карифанским отношениям. А что делать? Зась, мужик, неплохой, спору нет. Зачем только связался с этими? Осадок на душе. Гали, Миши. Все решу по ходу дела. Сейчас лучше помолчать. Ну, пойдем сходим к Засю. Ну, сейчас посмотрим, какой тут будет разговор. Разговор есть. Ха, чё ж, не поговорить с хорошим парнем. Рассказывай, как жизня сталкерская. Я с плохими новостями. Что так? Предъява тебе от самоедов. И в чем же суть? Либо вы уходите отсюда по добру, либо они приходят вас крошить. Чего молчишь? Думаю. А что так? Что за предъява это с тобой пришла? Ты тоже собрался нас на... Винегре отпускать? Ты что, тоже собрался нас на винегре отпускать, так? Нет, я только челобитую вещаю. И на том спасибо. Что ж, ответ такой. Мы не уходим. Ты же знаешь самоедов. У них одна из лучших снаряг в зоне. Это бойня. Бойня? Ну и шанс заиметь уважуху в зоне. Да и ту же снарягу крутую самоедовскую. Война не наш стиль. Но в теперешние времена других вариантов не видать. Так что прольется кровушка. Я могу тебя переубедить? Нет, мы ждем гостей. Так, мне жаль, но... Подать сигнал на штурм? Блин, отказаться от помощи самоедам? Хер по всем. Я вам помогу. Помочь мародерам отбить атаку самоедов. Ого, слушайте. Вот третий вариант мне больше нравится. Все-таки я ждал всю игру, что может быть у мародеров какие-то появятся новые задания. Сейчас я им помогу отбить атаку и будет так смешно, если тоже ничего не будет. Ну давайте попробуем помочь им, а потом, если что, переиграем и не будем помогать. Так. Ну все, готовимся. Кто уже стреляет? Откуда? Они должны вроде как отсюда выйти. Что, и здания будут выходить? Не понял. Что вообще происходит? Откуда они... Все-таки оттуда выходят? Ну ладно. Сейчас поближе подойду. Так, просто надо не пропустить. Вот с этой стороны же могут тоже выйти. Легко. Так, отдыхаем, ребята. Ну-ка я сейчас вот здесь зайду тогда. Ага, так и знал, что здесь кто-то будет. Но не повернулся. Кто остался? Спокойно. Так, там вроде как основные персонажи живы. Я надеюсь. Это уже вроде все. Все? Вроде стихло. Так, что у нас в ПДА написано? Наезд на ЗАСЯ выполнено. Хм. Так. И что теперь? Что-нибудь тут будет интересно у этих ребят? В трупах. Тут и военные лежат. Ну похоже ничего. Ладно, тогда сейчас пойдем посмотрим. Может быть что-нибудь нам ЗАСЬ скажет. Если диалога вообще никакого не будет, даже награды не даст, то... Хе-хе. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Такс. Ну-ка. А где ЗАСЬ? Только не говорите, что он... Что он погиб. Это тут другой мужик? Ты ЗАСЬ? Нет. А где ЗАСЬ? Да ну нафиг. Он не мог погибнуть. Или вот это он идет? Нет. Так. Я переиграл. ЗАСЬ пока жив. Жив? Не ошибся я, брат. Ты мне жизнь спас. Век благодарен буду. Не надо благодарности. Честно говоря, я с трудом через себя переступил. Возможно, всегда жалеть буду. Я-то уж точно не буду жалеть. Всегда с добрым словом за твое здравие выпью. Кстати, давай зарядим по маленькой за жизнь. Давай зарядим. И за живых зарядим. И за усопших тоже. Наливай. Ах, хорошо пошла. Слушай, брат Шрам, есть у меня для тебя подарок. Жаль только, что не могу вручить лично в руки. Спрятал я вещицу заветную в одном интересном месте. Вроде как и на виду лежит, но вряд ли кто найдет. Короче, в темной долине завод есть, ты знаешь. Так вот, на первом этаже завода того есть будка такая, хрен знает, типа насосной. Трубы с нее выходят. И штурвал красный торчит. Вот ты залезь по тем трубам на крышу той будки. Там и увидишь мой схрон заветный. Поверь, не пожалеешь. Но может возникнуть ситуевина, что там будет пусто. Ты не переживай тогда. Найди на базе свободы ихнего ремонтника Яра. Скажешь ему, что Зась попросил должок вернуть и благодарить за хранение. И всех делов. Что он отдаст, то тебе моя благодарность. Ну хорошо, даст бог, не забуду. Спасибо, Зась. Тебе, тебе спасибо. И от меня, и от всей братвы. Заходи, всегда рады будем. Хорошо, свидимся, если не помрем. Бывай. Ага. Вот так вот. Ну ладно. О, еще делок, Засич. Здорово, братишка, как сам? Не жалеешь по маленькой? Давай пропустим по кружечке. Хорошо, идет, а? Долго говорили ни о чем и обо всем. Ну типа привет. Ага. Ну похоже. Когда уже она кончается? Да. Теперь можно приходить выпивать. Ладно. Что ж, раз такое дело, то давайте тогда отправимся в темную долину. Правда, тут вот еще, похоже, мародеры нападают. А мы как раз выпили. Да, сейчас самое время. Отстреливаться. Ё-моё. Так, сейчас мы... Еще раз. Завалим. Странно вообще, что они решили пойти со стороны Темной долины. Это какой-то другой отряд. Судя по всему. Ну, самоеды. Кто тебя? Вообще непонятно, как это. Так, ну вроде стихло, да? Ну-ка, если сейчас вернуться, может еще что-нибудь скажут нам? Нет, похоже, диалогов больше не будет. Да, то же самое. Ладно. Или, может, тут если несколько раз выпить, что-то произойдет. Ну, нет, короче. Просто теперь мы друзья. Так, значит, пришел я в темную долину. Тут выброс надвигается. Но, как я понимаю, то, что имел в виду ЗАС, находится вот здесь вот на заводе. Получается, завод. На первом этаже есть будка, типа насосные трубы с нее выходят, и штурвал красный торчит. Вот ты залезь по тем трубам на крышу той будки, и там увидишь мой схрон заветный. Ну, по идее, это вот это место. Потому что других вариантов нет. Просто я не сразу сообразил, что это будка. Я как-то ее раньше никогда не расценивал, не рассматривал, как будку. Вообще просто какой-то куб. Не знаю. Будка просто, в моем понимании, это что-то такое место, какое-то такое место, куда можно зайти. А это просто какая-то то ли пристройка, то ли... Я не знаю даже, как это назвать правильно. Так, ну, короче, нам нужно залезть туда наверх. И... Возможно, там что-то будет. Но, по-моему, ничего. Да, ничего тут нет. Короче, надо будет идти к дядьке Яру и просить его отдать то, что здесь было. Интересно, каким образом это достать. Наверное, ящик просто упал. Ладно, короче, переезжаю выброс и иду к дядьке Яру. Так, ну, сейчас посмотрим, что тут дядька Яр нам скажет. А, тут у него еще, кстати говоря, квест, который я тоже не выполнил. Так, ну, хочу рожиться деньгами. Так, есть одно дельце и проверить его надо по-тихому, без лишних свидетелей. Подойди ко мне, когда стемнеет как следует. Часов так в 11. Ну, хорошо. Можно, кстати говоря, и пройти. Уже тем более вечереет. Так. А, и что? Так, чем-то помочь? Промелькнула одна задумка. Слабо верю, крайне это маловероятно, но если вдруг тебе попадется информация по броне или оружию... А, ну, понятно, чертежи. Ладно. И что? О, диалога нет. Ну, если ничего не будет, то иди к дядьке Яру, ремонтнику. А у него диалога нет. Ну, вот и все, как говорится. У нас проблемы, пожелания. Обращайся. Ладно. Давайте тогда сейчас поспим до 11. Пройдем тут этот квест к дядьке Яру. Так, значит, сколько нам там спать? Спать. Часа три. Ветер с дремнем, потом еще. Часик. Так, ну что? Тут такое дело, кореш мне флешку с редкими чертежами по оружию принести, обещал. Да только до базы не дошел, пропал. А мне они позарез нужны. Доставить их нужно до рассвета. Время, деньги, сам понимаешь. Берешься? Берусь. Найти друга техника. Будь здоров, Барри. Хм-хм-хм. И где? Где-то тут. Пропал друг дядьке Яра, который нес ему флешку с чертежами оружия. Необходимо выяснить, что произошло. Ну, давайте сбегаем, посмотрим. Я не знаю, может этот квест и в оригинале был? Просто я... Как вы уже поняли, оригинал Чистого Неба знаю не очень хорошо. Особенно побочные квесты. Мне бы основной сюжет хотя бы знать. А тут еще побочные квесты. Так. Да. Ну что, сейчас посмотрим, что у нас тут. Так, что у нас тут? Нам надо как-то туда подняться. Ну-ка. Давайте. Наверх. Ага. Ну и вот этот товарищ. Яша и Ракес. Флешка друга дядьки Яра. Содержит ряд чертежей по усовершенствованию оружия. Так, ну что, все? Так просто принести флешку технику. Это все? Кровосос нам появился? Ну, как бы, кого это волнует? Кровосос пускай ходит там себе на свои заправки. А я пошел. Так, ну что? Значит, вот они. А кореша своего больше в гости не жди. Он к мутантам на ужин попал. Эх, не повезло, бедолаге. Ладно, с меня причитается. Будут лишние деньги, обращайся. Договорились пока. О, и вот теперь появился диалог. Яр, ты знаешь такого Зася? Допустим. А с чего такой вопрос? Передаю дословно. Зась попросил должок вернуть и благодарит за хранение. Неожиданно. Нет проблем. Аппарат у меня забирай. Теперь мы с ним в расчете. Ага. ФН-2000. Нифига себе, солидная вещица. А ты чего это? Не знал? Зачем пришел? Это подарок. Сюрприз. Роскошный подарок. Слов нет. Ты, надеюсь, не подвергал из-за него Зася пыткам? Хех. Я не по этим делам. Скажем так, твой долг за его долг. Понятно. Углубляться не будем. Не будем. Будут проблемы, пожелания. Обращайся. Так. Ну вот. ФН-2000. Угу. Ну, в принципе, в начале игры, если бы мы прошли этот квест, то, может быть, нам бы этот ствол и пригодился. Но, скорее всего, я бы все равно ходил с винторезами и не заморачивался. Так. Можем сейчас еще получить награду за выполнение квеста Детьки Яра. Так. Для меня что-нибудь есть? Две тысячи. Отлично. Что ж, вот такой вот финал этой истории с Засем. Или может вернуться еще? Ну, маловероятно, что там будет какой-то новый квест. Не знаю. Ну, ради интереса можно, конечно, попробовать сгонять еще раз на блокпост. Так. Сейчас еще может быть какой-то артефакт найдем. Да. Что-то тут есть. Ага. Еще один артефакт плот. Что ж. Вернулся я сюда на старый блокпост и похоже, что да, больше ничего. Я думал, может быть, можно отблагодарить за подарок. Но, похоже, нет. Ладно. Ну, а теперь я отгрузился и, как и говорил, давайте проверим, что будет, если все-таки остаться на стороне самоедов. Так, значит, вот он тот самый диалог с за всем есть разговор с плохими новостями от самоедов. Ну, давайте пока скажем, что я просто вам передаю информацию и... Мне жаль, но подать сигнал на штурм. Так. И, по идее, сейчас ребята начнут выходить. Да. В теории мы даже если не будем помогать самоедам, то они, наверное, сами расправятся. Потому что они там в хороших брониках, а эти тут вон в куртках ходят. Так что можно просто немного подождать. Допустим, залезть вот сюда наверх. Ну-ка, не запихивайте меня в электру. Да, мужик, молодец. Место отличное выбрал. Я просто хочу понаблюдать. Ну. Так, вот уже один из мародеров погиб. Ага, тут, похоже, не работает лестница, да? Ну, ладно. ё-моё, сейчас мародёры победят. Хе-хе-хе. Давай, мужик. Давай, мужик. по-моему, мародёры почти победили. Кто тут остался? Так, ну-ка, держи аптечку. лови пилюлю, фрая. Ну вот и всё. А я думал, они, самоеды, без проблем расправятся с мародёрами. А тут вот так вот. Ну-ка, сейчас засть что-нибудь скажет? Нет? Ну чё ж, диалогов нет. Всё. Что ж, сейчас давайте всё-таки поможем самоедам. Наверное, даже здесь вот в этом диалоге сразу можно сказать, когда нас засть спрашивает, ты тоже собрался нас на винегрет пускать, так? Говорим, выходит так. Ха-ха, вот как я обшибился-то. А ты мне впаривал честные понятия оборжаться. Я не буду оправдываться. Сам знаешь, сколько твои вороны делов натворили. Пришло время платить, с чем я и согласен. Думалось мне, что ты что-то понял. Наивен был, каюсь. Вопросик к тебе. Если нас крошить пора, то к чему тогда предупреждать? Приходи и стреляй. Так? Это так, политика. Я в неё не лезу. Уйдёте, значит, будут вас отстреливать по одному. А то ж, считай, сам ответил. Мы остаёмся по-любому. Всё верно, прощай, засть. Подать сигнал на штурм. Ага, и сейчас они всё равно по нам стрелять сами не начинают. Ну ладно, придётся нам тогда начать, потому что иначе они опять могут мародёров перестрелять. Так что сейчас поможем. С этой стороны. Так, кто-то вообще стоит. Зась погиб. Так, тут ещё проснулся товарищ этот, который под ёлкой спит. Его тоже придётся завалить. Так, тут вроде как всё. Там самоеды вышли. Сейчас вот с этой стороны надо разобраться с мародёрами. Или там тоже самоеды с той стороны сейчас вышли. Ну-ка. Просто как бы случайно по самоедам не зарядить. Так, ну вроде самоеды вышли. Они все в экзоскелетах тёмных. А вот они мародёры. Так, тут приложили. Кто остался? Да по идее уже мало кто должен остаться. Всё? Где-то пытаются стрелять. Наверное вот здесь кто-то ещё есть. Да? Кто заныкался? Кто зашкирился? Да нет никого. Куда пошёл? Нифига себе. Хм. Ну ладно. Так, по идее всё. Можно идти к лидеру самоедов. Так, ну вот тут самоеды заняли уже места мародёров. А нам нужен мурашка. Что-то непонятно. Где он? Может ты? Нет, кобра. Ребята ещё подбегают. Следопыт. Ну, в общем, мурашка я там на блокпосту с царом не нашёл, поэтому вернулся на кордон, и похоже, что он действительно здесь со своим отрядом. Скажешь что-нибудь? Ничего. Ну и смысл тогда мне было вам помогать? Или я что-то сделал не так, что-то пропустил? Странно. Ладно, странно, конечно, это. Ну, в любом случае, тут, наверное, лучше всё-таки не помогать самоедам, хотя даже не знаю. Там, по сути, из мародёров только засть один нормальный, а все остальные тоже те ещё ребята. Поэтому может тут вообще вмешиваться не стоит. Но мы проверили получается три варианта, но если не вмешиваться, то можно было сюда вообще не подходить даже к ним. Проверили, если не вмешиваться, если помочь мародёрам, если помочь самоедам, что будет. В общем, всё. Так, слушайте, а мурашка, похоже, всё-таки пошёл. Да? Он сейчас перейдёт на старый блокпост? А ну-ка, слушайте, может тогда действительно подождать? Я сейчас тут побегаю. Пускай он тогда перейдёт на старый блокпост, может тогда девок появится у него? Потому что он пока ещё не в курсе, что там. Может ему не докладывают? Ну что, давай, иди. Он будет стоять на меня смотреть. Я отошёл, а он побежал обратно. Похоже, просто отходил в кусты, да? Ладно, короче, понятно, всё, тут больше продолжения не будет. Так, значит, надо нам заканчивать прохождение. Нам надо найти человека, который мог бы купить М1 ружьё. Я, кстати, забыл, когда был на базе свободы подойти к Чехову, но вряд ли Чехову это пригодилось бы. Не знаю, может быть, этому брату Вано да, надо было подойти, спросить. Ну, у дядьки Яра диалогов не было. Ладно, сейчас зайдём к Сидору, если диалогов не будет, то вернёмся в Тёмную долину, а если и там тоже не будет, ну тогда, не знаю, на базу Чистого Неба мы в любом случае ещё зайдём. непонятно, кому тут это ружьё продавать. Ну что, Сидор, может тебе не только консервные банки нужны? Нет, похоже, что только консервными банками интересуешься. Ну ладно, печально, конечно. В общем, решил я пока не идти в Тёмную долину, сразу отправился на болото, вот зашёл сюда в церковь, но, честно говоря, не знаю, что нам тут делать, в личных заметках у нас сказано, что сюда не помешало бы зайти, дошигать до той церквушки на болото, где практически всё и началось, потому как не сам я по своей воле живым остался. Но, по сути, я сюда пришёл, и тут как бы вот стоят Чистонебовцы, но ни у кого никаких диалогов нет, это просто, наверное, отличное место, чтобы закончить прохождение. Но мы ещё сходим на базу Чистого Неба. Посмотрим, что там нам кто скажет, плюс награду, что тут можно забрать. Кстати, FN2000, опять-таки, и 50 тысяч, ничего себе. А, ну и найти желающего приобрести М1, тоже похоже на базе Чистого Неба, да? У нас прям метка стояла. А я хожу, ищу людей, а там метка стоит. Ну, в принципе, Новикову, или кому там, предложить этот ствол, посмотрим. Ну что же, значит, мы на базе Чистого Неба, пойдём сразу, зайдём к Суслову. Возвращение, вдруг, хочешь поторговать? Так, Лебедев на чьёс выдал мне ружьё М1. Ага, всё-таки Суслову, наверное, можно продать. Дело сделано, и теперь оно мне без надобности. Хочу вернуть вашему клану, возьмёшь? Не, не возьму. Это же экспериментальная разработка, я о ней только краем уха слышал, но понимаю, что просто так мне её не продать. Я же торговец и должен быть уверен в том, что смогу сбыть товар. А это ружьё, боеприпасов нет, запчастей нет, да что тут говорить, его только сумасшедшему коллекционеру впарить можно. Так что извини, брат, нет, не возьму. Но дам совет, поговори с Новиковым. Он от любой технической новинки в восторг приходит. Ммм, хорошо. Так, а для меня что-нибудь есть? 50 тысяч и ФН 2000. Хорошо. И пойдём к Новикову. Тогда надеюсь, что он возьмёт. Так, Новиков. Лебедев на ЧС выдал мне ружьё М1. Дело сделано, и теперь оно мне без надобности. Таскать неудобно, а выбросить жалко. Возьмёшь? О, вот она красавица. Наслышан о ней, наслышан, но вижу впервые. Дай-ка глянуть. Да, интересная конструкция. А вот тут возможна установка ещё одной цепи возбуждения. О, извини, увлёкся. Я на этих болотах вообще одичал от нормальной техники, отвык. Так что заберу у себя сие чудо с удовольствием. Вот оно, забирай. Спасибо, 50 тысяч. Так, ну что ж. Будет ещё какая проблема? Подходи. Хорошим людям я... Всё, ружьё отдали. Отлично. Так, что нам ещё тут можно сделать? Так, ребята тут развлекаются опять. Работу. Пакет для Ситровича. Ты что-то хотел спросить? А, да, это Винторез 5.45, калибр 20 тысяч. Это с начала игры квест. Историк. Можно кое-что ему отдать. Необычайная опасность. Хорошо. Ну и, конечно, сейчас ещё зайдём, посмотрим, что там в кабинете у Лебедева. Так, это диалоги с начала игры. На работе тут стандартные кресты. Так, ну а что у нас тут? Вот эти ребята стоят. Ага, ну вот, ещё раз к нашим баранам. Ключик дай. У меня для тебя есть подарок. Разумно. Ключ здесь, на болотах. Я отдал его одному чьяновцу из сочувствующих. Хохма будет глянусь, как ты их всех пытать будешь. Или ты всех их замочишь из-за этого ключика. Тогда он не золотой будет, а красный. Ищи. Что? И жить не хочешь. Или тут, или там. А так, хоть и весело. Достали вы меня, ублюдки. Пшёл вон, активист. Так, подождите, это отголосок старого квеста или что? Нам уже ключ никакой не нужен. Мы уже открыли тут ящик с помощью инструментов. Да, это похоже отголосок старого квеста. Такс, а если мы пока не будем с ним разговаривать, а к этому подойдём? Этот молчит. Ладно. Так, ну что, можем попробовать сказать, достали вы меня, уплётки? Ага, тогда они атакуют. Понятно. Ну-ка. Такс, ну-ка ещё разок. Ага. Ничего не произошло, да? Каркас. Ну, каркаса ничего интересного, значит, он говорит, отдал ключ какому-то частонебовцу. Но, по идее, нет смысла искать этого частонебовца, потому что это отголосок старого квеста, и сейчас нам этот ключ уже незачем. Может, ты теперь что-нибудь скажешь? Нет, просто как бы думаешь, да? Ну, понятно. Ладно, в общем, на этом, похоже, всё. Можно завершать прохождение этого мода. Ну, что сказать, модификация мне, в принципе, понравилась. Ещё, к тому же, учитывая, что она вышла в 2013 году, так что мод достаточно неплохой. А ещё, учитывая то, что он на базе чистого неба. В общем, всё. Спасибо всем большое, кто смотрел это прохождение. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok